всем привет добро пожаловать на канал хочу сегодня показать вам как просто можно сделать петли если вы планируете шить свитшот с капюшоном либо трикотажные брюки то можете заменить установку люверсов как раз вот такой петлей таким же способом можно сделать петли для пуговиц и сейчас я покажу как это можно сделать петли я буду делать при помощи вот такой лапки эта лапка шла у меня в комплекте с машинкой здесь сбоку на лапке есть обозначения такие же как и на линейке и при помощи этих обозначений можно сделать нужный размер петли я взяла небольшой кусочек тканей это трикотажная ткань футер с начесом из этой ткани я шила свитшот с капюшоном в котором также делала петли и затем продевала шнурок так же я с изнаночной стороны продублировала небольшой участок где будет находиться петля теперь беру шнурок меряю размер шнурка у меня есть вот такой широкий шнурок также у меня есть вот такой широкий плоский шнурок также обычный круглый и размер шнурка у меня ширина шнурка составляет 2 сантиметра и ширину петли я буду делать так до 2 с половиной сантиметра а если у вас обычный шнурок также можете его померять какой он ширины или если вы будете делать петли для пуговиц также необходимо померять пуговицу теперь прежде чем делать петлю необходимо нарисовать линию в моем случае это два с половиной сантиметра я рисую линию делаю такую отметку вдоль которой я буду делать петлю теперь меняю лапку также если вы будете делать петлю на трикотажной ткани необходимо поменять иглу на иглу для стрейчевых тканей теперь выставляю такие настройки на швейной машине теперь необходимо поставить такие настройки как c как длина стежка ставлю между 0 5 и 1 также у меня на регуляторе есть настройки для того чтобы сделать петли и сначала я выбираю с цифрой 1 получается перевожу иглу в левое положение и по левой стороне буду строчить стежком зигзаг выставляю так чтобы полоса шла посередине можно ориентироваться здесь на середину лапки на обозначение середины лапки подкладываю ткань под лапку выставляю на лапки также два с половиной сантиметра чтобы отметки на лапки совпадали с отметками на ткани опускаю иглу и начинаю строчить вот так я уже прострочила по левой стороне теперь меняю настройки ставлю регулятор в положение 24 делаю несколько стежков посередине я уже сделала 6 стежков поднимаю иглу вверх и опять меня положение на регуляторе ставлю на тройку и буду строчить по правой стороне вот так я уже прострочила опять поднимаю иглу и опять выставляю в положение 24 опять буду делать посередине несколько стежков вот такая получилась у меня петля теперь беру распарыватель и аккуратно посередине прорезаю ткань также необходимо прорезать чтобы не порезать нитки в начале и в конце в конце я оставляю 1 миллиметр не доходя до ниток вот так у меня получилось теперь продеваю шнурок и как видите шнурок свободно проходит в петлю на этом все если это видео было для вас полезным поддержите меня пальцем вверх также подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и на этом все всем пока